Салюты, книжный мир! С вами Лена, и я сижу в крепости из книг, потому что они пухлые, огромные, и буквально меня окружили, когда я пыталась их скомпоновать, чтобы какой-то логичный был рассказ. Но логичного рассказа не будет, как всегда. У меня будет эмоция, почему я именно эту книгу либо этого автора, либо это издание захотела, а все, что про сюжеты героев, это, конечно же, остается на прочитанное, либо на какие-то блоги. Итак, давайте сразу начнем с самой долго ожидаемой, не только мной, но и многими покупки новой книгой Хани Нагихары «До самого рая». Я уже начала читать, у меня уже есть первые эмоции, и я о них расскажу в следующем ролике, но, так скажем, это в чем-то семейная сага, в чем-то история становления, в чем-то история сожаления в трех различных временных пластах — в недалеком таком прошлом, в нашем таком близком настоящем и в не столь далеком, но все-таки будущем. У меня от любви до ненности, точнее, от ненависти до любви были отношения с этой книжкой, так что не пропустите следующий ролик, в котором я без спойлеров, вот с нулевым спойлером расскажу побольше. Мой самый первый — Уберто Эко. Я, как и все, хотела почитать когда-нибудь «Имя Розы», но, как и все, ну ладно, не все, но многие боялась, и Даша с канала «До юридми» показывала, что она нашла вот эту книжку, которая называется «Таинственное пламя царицы Луаны». И что меня заинтересовало — это оформление. Ну вот, тут очень много картинок, и если бы не они, этот Уберто Эко бы еще сидел там на вид и ждал какого-то другого покупателя. Но здесь история мальчика, либо парня, ну, в общем, мужчины, который теряет память, и вот по различным фантикам, каким-то картинкам, да, культурным отсылкам будет пытаться восстановить свою память, мне кажется, даже знания в целом о мире. Мне кажется, эта книжка похожа на момент из «Пятого элемента», да, когда главная героиня пересматривала очень много картинок и узнавала, что такое природа, что такое насекомое, но, к сожалению, все другие грустные вещи. В общем, я давно люблю вот эту серию Уберто Эко визуально, да, история мне сама кажется очень интересной, но подача картиночки — это сразу спасибо продано. Из роликов «Айшат» на бусте ухожусь, да, какими-нибудь с одной покупкой, и в этот раз это «Живая вода» от Кларисы Лиспектор, это бразильская писательница, о которой я не знала, ну, я много кого не знаю, почти что всех, и книжка-малышка просто. Здесь какие-то поэтические размышления обо всём на свете, но, как всегда, Эйшат рассказала о книжке так, что неважно, о чём книжка, просто хочется пойти узнать, какие же слова вдохновляли её, вдохновить нас. Эту книгу, кстати, издают, ну, Киддинг Пресс, и мы знаем, что кучерявые цены, но я эту книжку купила на сайте Rebooks, где любая книга по 180 рублей, это вся какая-то букинистика, очень часто такая пыльненькая, захламлённая, не очень приятная для ощущений, но, как видите, можно там найти и жемчужины. Так, ещё одна книжка, которая заставила меня купить BookTube, я вам про неё рассказывала в своих годовых планах на чтение. Две книги от Бенжинамина, которые я хочу почитать, одна у меня кстати есть, а вторая — это «Друг». Я, на самом деле, эту книжку закачала в электронке на английском, и удивилась, что она есть и на русском, причём стоила, по-моему, 170 рублей, 168 на Балдберрис. Я эту книжку уже читаю, тоже в ближайшем прочитанном о ней расскажу, но если быть кратко, это история девушки, которая теряет своего близкого такого друга, и бывшего даже возлюбленного, и на её долю выпадает уход за его собакой, за догом. Я вам сейчас в качестве исключения рассказала про сюжет, только ради того, чтобы сказать, насколько это неважно. То есть это событие, через которое проживает героиня, но на самом деле здесь очень много размышлений философских о жизни, о литературе, потому что она преподает какой-то литературный курс, я уже забыла. Это очень классная книга для тех, кто любит кучу отсылок к другим книгам и именитым авторам. Ещё одна книжка, одна из, во всяком случае, физических, которая заставила меня купить BookTube. Есть такая прекрасная девушка, Auguste, такой «Розер Риттс» канал называется, у неё небольшой перерыв, я надеюсь, что это перерыв, а не конец её влога. И я запомнись, смотрю её ролики, сейчас по второму разу. Я говорю, у меня большой мечту, мне даже вот BookTube как-то сложно смотреть, но у неё настолько всё эстетично, по-живому, по-настоящему. Она такая красавица, семья у неё классная, папа там супер читающий, коты. Она сама фотограф, поэтому у неё есть этот творческий, красивый взгляд, да, за впечатлеть момент. Хотя знаете что, у меня будет про неё отдельный ролик скоро, так что мы дождёмся. И вот эту книжку я купила, когда она ещё была у неё тоже в покупках, но потом оказалось, что она мне не очень понравилась, но всё-таки, думаю, мне она понравится. Это The Hourglass Factory, не знаю, ещё не придумала, как это правильно перевести, и она мне почему-то по описанию напомнила фильм «Невероятные приключения Адель». Это когда начало XX века, вся эта индустриальная революция, открытие, суфражистки. И вот мне кажется, что это будет в этом же духе, такого Индианы Джонса, только в каменных джунглях, да. Я такое всякое люблю, особенно смотреть, но надеюсь, что и чтение мне тоже принесёт большое удовольствие. Пусть ей не понравилось особо, но есть такое ощущение, что эта книга очень, и мне похоже, я вообще обожаю вот эти вот обложки, которые как какие-то рекламы, да, тоже, из начала XX-х, с Парижа, из Лондона. Давайте поговорим о подарках, которые я получила тоже благодаря Буктюба, за то, что я познакомилась с многими из вас. Сейчас начнём, наверное, с Настей Суворовой, когда я успела заглянуть в её предыдущую квартиру, приехала к ней в гости, она сказала, «Ленка, смотри, вот здесь у меня полка с нахолом, если что-то интересное, возьми». Я взяла Джеймса Болдуина, его «И девичай с горы». Я сначала, конечно, хочу комнату Джованни у него почитать, но с этой историей я тоже очень хочу познакомиться, потому что о ней частенько хорошие отзывы. И она рассказывает нам о семье, то есть такая семейная сага, плюс вопрос религии, вопрос расы, и как-то всё это будет очень сильно приобретено. Странно, не совсем, мне кажется, моё, но я верю в автора и верю вот в эту серию «The Best». Прям вообще рада была, что Настя, она лежала там на анхоле. И также из этой же серии мне пришёл подарочек от Лены из Ростова. Это Эннипру, её почтовые открытки. Я думаю, здесь сразу понятно, почему Лена выбрала именно эту книжку. Не из-за автора, а из-за названия. Почта, открытки, письма. Это всё мне, пожалуйста, давайте вот сюда. Я Эннипру читала «Корабельные новости», и был один просто момент, который меня ужасно разозлил, раздражал, и я потеряла кредит доверие к той книге, но не к автору. Поэтому была очень рада, когда именно эту книжку Лена мне выбрала, потому что я хотела дать второй шанс автору. В эту серию я верю. И эта книга рассказывает о мужчине, который случайно убивает свою подругу и отправляется в бега, но чтобы оставаться как-то на связи со своей семьёй, он отправляет открытки, но, конечно же, без обратного адреса. И знаете, что эта книжка мне напомнила? Вот эту книжку в такой же серии, которую я тоже получила в подарок, Тиму Уинтон «Хижина пастыря». Здесь история мальчика, который возвращается домой и видит, что его папа придавлен машиной, ну и, скорее всего, да, уже мёртвый. Он тоже сбегает из дома, потому что понимает, что его начнут обвинять в убийстве. То есть две истории, да, здесь реальное убийство, хотя и случайно здесь несчастный случай, но одинаковые судьбы. Ой, посмотрите, как они... Вот, я вообще вот эту серию очень люблю. У меня ещё кое-что в ней есть, и, возможно, я устрою какой-то марафон, чтобы скорее мне что-то ещё почитать. То, что я давненько не читала, вот о чем, по-моему, в последний раз. Так, что дальше? Ага, следующий подарок, который мне пришёл из самой Великой Британии от Насти. Настя, привет! Настя эту книжку отправила мне ещё 29 октября, судя по штампикам, на почте. И мы уже думали, что она канала ВК. Ну, как бы верили, что она где-то есть, ночью я уже думала, что всё, не придёт. И тут мне пришло извещение, очень странное, такое нестандартное. Это почта, да, не отпечатанная. А от руки заполненные я пришла, думаю, господи, пусть это будет то, что я думаю. И смотрите, что это «Свата с перегор». Я думаю, что узнали, если не по бложке-то по названию, что это книжка, которую уважает Алиса Пико Квепперс. Это такая смешная история. Судя по началу, я даже не стала дальше в аннотацию углубляться. В общем, это история Барбер, который, ну, как парикмахер, да, и... Бродобрей. Бродобрея, который живёт в какой-то ужасной, страшной английской деревне. И ему приходится сворачивать свой бизнес, потому что большинство людей в этой деревне уже настолько взрослые, что облысели. То есть бизнес вот каким-то таким натуральным способом закончился. И он решает стать сватом. Всё, я дальше не стала читать ничего по аннотации, потому что хочу просто погрузиться в эту историю. Настя говорит тоже, что это классная история. Это, кстати, книжка списана из библиотеки. Я такие частенько тоже видела на Амазоне, покупала, приобретала. То есть неукрадены книжки, а в библиотеке действительно там списывают свои фонды, продают. Ну, возможно, когда их расформировывают ещё по какой-то причине, или, может быть, фонды объединяют. Вот. А ещё здесь была закладочка с Кембриджем. Вот всё подходит. Хорошо. Дальше давайте поговорим о книжке, которую я собираюсь дарить. А, во-первых, Ханю Инагихару завтра, ну, уже для вас, вообще для меня сегодня, для вас какой-то день, я подарю Насте с Уорой, потому что, когда мы ещё с ней давно-давно-давно встретились, и хотели обняться книгами, я хотела ей подарить Инагихару, но её всё не переводили, не переводили. Аллилуйя случилась. Поэтому я сейчас быстро читаю и потом дарю Насте. Ещё одна книжка, которую я хотела подарить и тоже прочитать, и кто смотрит за моими влогами на Вусте и Вконтакте, где всё бесплатно, открыто заходите, это новая книга Руту Зейки, книга «Формы пустоты». Она, кстати, получила премию, я всегда забываю, какую, вот здесь оставлю. Руту Зейки написала роман «Моя рыба будет жить», который меня разорвала на все возможные части, я о ней рассказывала только во влоге. Опять-таки, кому интересно, вы знаете, где искать. И вот что в этой книжке классно, хоть я её и не дочитала, и дочитать, наверное, не буду. Это то, как Руту Зейки умеет подавать и завлекать своими первыми предложениями, главами. То есть я, допустим, люблю повествование от первого лица. Это мой самый любимый. И здесь есть и повествование от первого лица, и просто рассказчик, да, какой-то автор. И третье кое-что, что рассказывает историю просто. Я хочу вам об этом рассказать, но это будет спойлер. Вот, допустим, я бы сама хотела бы, да, узнать об этом моменте, поэтому вы можете просто зайти, допустим, на Али Трес, почитать первые главы, и вы поймёте, какая здесь классная третья повествовательная ветка, да, от лица, кого идёт. И здесь в очередной раз Руту Зейки нас хочет просто выжить всеми возможными способами, наши эмоции, наши слёзы, и рассказывать историю мальчика, который живёт с мамой, и его отец, да, погибает, и он будет пытаться найти убежище в книгах, что нам всем очень знакомо. Следующая книжка, я взяла её чуть-чуть обманувшись, но всё равно бы я её взяла, это пейзаж, нарисованный чаем Миллера Павича. У Горна Петровича есть книга «Атлас, оставленный небом». И вот эти названия другушки подмигнули, подмигнули вдвоём мне, и всё, я решила взять эту историю, как всегда тут магический реализм, это какой-то роман-кроссворд, говорят, что можно его читать по диагонали, по горизонтали, я пока не поняла, что это. Я только сейчас вроде сопоставила, если я их опять не перепутала, что это Павич написал уникальный роман, который мне не понравился. Но разберёмся, в любом случае, если что, эта книжка кому-нибудь идёт, потому что я знаю людей, которым такое нравится. И на том же сайте за 180 рублей сделала ещё одну книжку, это «Елисейские поля» от Жильберта Сесброна. Меня, в общем, заинтересовала вот эта «Иностранная литература», значок, да, и тут у нас библиотека, журналы «Иностранная литература». Я просто хотела что-то из вот этой серии у себя иметь на полочке, это тем более сборник коротких рассказов, то, что мне надо, то, что судя по тому, как я читаю сейчас, да, по 50 страниц максимум, хотя бы короткий рассказ, я могу закончить. Ха, я вам ещё про Александра Барико не договорила. Это «Дон Жуан», иллюстрированный пересказ для детей, истории похождений великого Дон Жуана. Вот, мне кажется, это уже не такое нарицательное, да, нисколько собственное. Я прям удивилась, когда увидела такой формат, никогда у «Корпуса» такого не видела, иллюстрации мне очень сильно нравятся. И что-то у нас ещё. А, говоря о пересказах, «Майкл Каннингем», тоже «Корпус», его «Дикие лебеди», другие сказки. Поскольку Каннингема мы все боимся, что сейчас запретят, я, конечно же, решила купить. Хотя уверена, что в библиотеке все его книжки можно будет найти. Вот почему-то я не сомневаюсь. Во всяком случае, если я поеду куда-нибудь во Севлорск, там всё будет. Но на крайний случай у нас есть электронки. Вот. Очень красивое издание, понравилось. Здесь есть иллюстрации, лебеди. И говоря о том, что сказки, на самом деле, изначально были очень мрачными, я думаю, мы многие знаем. И я вот когда читала книжку про Дисней, да, про того, как мультики создавались, как там женщины работали, там вот автор рассказывает, какими были на самом деле оригинальные сказки, что кого-то насиловали, кого-то там подвешивали, кого-то расчленяли. Очень были страшные сказки. Дисней их очень сильно переработал, взять только начало, и конец составив такой с хэппи-эндом. Ну и говоря о хэппи-эндах и вообще о чём-то таком счастливом, давайте поговорим теперь о книжке Алены Далецкой «К столу». Это её «Омнибус». То есть здесь я подумала, что лучшая из её кулинарных книг, их три вышла, там, по-моему, про завтраки было, про варенье, про что-то ещё. Я эту книжку, возможно, бы и не купила, если бы не увидела новость, что будет автограф-сессия в «Республике», да, в книжном магазине. И кто сбегал и получил автограф, я. Кто не сказал ни одного толкового слова, кроме «Спасибо», я. Сижу сейчас, монтирую этот ролик и узнаю, что 6 апреля в 6.30 в подписных изданиях также будет автограф-сессия с Аленой Далецкой. Поэтому отменяйте, что всё, что у вас там было на сегодняшний вечер запланировано. Надеюсь, вы это смотрите сутрицали днём и ещё успеете на эту встречу. Если успеете, обязательно мне напишите в комментариях. Я думала, как будет, что там будет сначала вопрос-ответ, и пока будут задавать вопросы, я придумываю какой-то вопрос, то, что дома я бы не придумала. Но когда я пришла, сказали, что, оказывается, всё мероприятие началось раньше, она уже сидела, подписывала, и всё, как бы я ничего не смогла. И мне потом было так от этого горесть на полвечера, что когда я ещё смогу видеть Алену Далецкую, великолепную, неповторимую, и когда я ещё смогу просто даже выразить какую-то благодарность за то, какая она. Вот это тоже человек, который я могу включить абсолютно любое интервью, хоть про фарфор, из Японии, мне будет интересно. И она сидела такая, знаете, элегантная, нога на ногу, подписывалась, всем улыбалась, что-то комментировала. Люди что-то говорили, я не слышала, да, потому что по одному подходили с дистанцией. Я не слышала. Но вот каждому... И что я ещё очень сильно люблю, это Китов. Купил себе маленькое иллюстрированное издание Моби Дика, ещё оно запечатанное, потому что хочу тоже в одной задумке такой китовой, скитайческой использовать. Я слушала Моби Дика, мне нравилось, понравилось, но, конечно, я помню какие-то ключевые моменты и хочу перелистать эту историю, чтобы просто освежить в памяти кое-что, какие-то имена, хотя основные имена, конечно же, я помню. Джон Флэннаган, его чёрный плащ. Если вы что-то знаете о Флэннагане, хорошо, вы уже удивляетесь. Если нет, рассказываю. Есть вот этот цикл, который я читаю, «Ученик рейнджера». Если смотрели мое предыдущее прочитанное либо планы, то знаете. Первая книга в цикле называется «Руины горлана». И там история о мальчике, который берётся за лук и суперлучник. Как их правильно называют? Я забыла. Короче, почему у него трезубец? Почему всё фиолетовое? И почему чёрный плащ, если плащ у него зелёно-бордовый, если не ошибаюсь? Но точно не чёрный. И самое смешное, что я вот эту книжку, это моя, да, это мне Юля подарила, я купила такую, уже отправила зарубежному блогеру. Я потом спросила у большой специалистки, той самой Кэс, которая мне надоумила это читать. Я говорю, там трезубец хоть когда-то появится, это что, спойлер какого-нибудь сюжетному повороту? А, наконец. Она так смеялась, такая истерика была, но я предупредила, говорю, что прости, обложка будет просто несуразная, потому что я сначала книгу тебе отправила, а потом её прочитала. И я не могла просто на это смотреть. Я эту книжку буду продавать, может быть, в библиотеку отнесу. Я нашла в приличном издании, которое имеет смысл, что зелёный плащ, лук, ну и вот следующие две книги буду читать, потому что там целый марафон. Юля, спасибо в любом случае вот за эту историю, да, что я с ней познакомилась, меня увлекла, но это просто не имеет смысла. Это как взять Джейм Остин, а на неё налепим обложку Айдюна. Это вот будет настолько же неадекватно, мне кажется. Следующая книга, которую я, ой, купила, когда была в Сочи недавно, пошла в Читогород, посмотрела, что всё дорого, но нашлась там одна книжка, которая была дешевле, чем во многих магазинах, причём-таки, знаете, процентов на 30. Это вторая часть «Золотых волков», о которых я рассказывала в прошлом видео. «Золотые волки», где просто всё вплоть до каких-то сюжетных поворотов нации, отношений между героями и самих характером героев очень напоминают «Шестёрку воронов». Но в конце там что-то вышло такое оригинальное, и я вот хочу читать вторую часть «Серебряные змеи». Если понравится, буду третью часть покупать. Здесь, кстати, всё будет происходить где-то в России. Там же в Сочи, в Читогороде, я взяла себе книжку, которая называется «Не город без ветра, как я очень долго искала, а вот этим маленьким шрифтом магия Гиперборей». Гиперборей — это город, где, слушайте, вечное солнце, но всё окружено туманом и горами, и город под куполом. То есть, солнце изнутри, что ли? Непонятно. Но чем меня очаровало, что в этом городе воспитывают волшебников и магов, и чтобы пройти вот эту аттестацию, вместо диплома человек, ученик должен придумать какую-то новую магию, волшебство, и меня это так заворожило. Я прочитала первую страницу, подумала, хочу, хочу. Обложка, конечно. Я, кстати, не знаю, есть тут ещё серии или нет, какие-то книжки, либо это, пожалуйста, пусть это будет просто книга, которая кончается под одной обложкой. Я ещё купила, именно купила одну электронную книгу, но я думаю об этом я потом расскажу во влоге. Называется она Creatures. Очень красивая влог, давайте посмотрим, полюбуемся. Можем поговорить о ваших покупках, очень, может быть, внезапных, долгожданных, либо, возможно, вы хотите мне рассказать об авторах, которых вы хотите купить, но их запретили публиковать, либо не публикуют уже давно, или вот сейчас. А если рассказать нечего, но всё равно хочется хоть как-то поздороваться со мной, сказать, что вы здесь поддержите всё это книжное безумие, давайте поставим трезубец. Я вот так вклею в вот же картинках можете найти вилку. На этом прощаюсь и как никогда от всего сердца искренне желаю вам приятных чтений, чтобы у вас не было всяких ни читун, ни читай, как у некоторых. Всё, пока! Пока-пока-пока!